Ну что, первый выпуск новостей в 2021 году. Все мы ожидали, что 2021 год станет какой-то лучший, но никакого чуда с изменением цифр на календаре, к сожалению, не произошло. У нас все так же бушует коронавирус, у нас все так же локдаун, еще и там в США какая-то дичь творится. В общем, несемся дальше. И, пожалуй, начну с такой необычной новостью для моего канала. Это давайте обсудим локдаун 2.0, который запустили в Украине. Много очень критики к нему. И, ну да, в принципе, надо ко всему относиться критично. И давайте отнесемся критично к критике. Потому что если мы посмотрим на те меры, которые вводятся в Европе, в Канаде и в других многих стран, они намного жестче, чем тут у нас в Украине. И мне кажется, немножко несправедливо мы так критикуем правительство. Да, закрыли кафе, рестораны, бары. Ну, действительно, там люди находятся без масок. То есть, употребляя пищу, ты как бы не можешь это делать в маске. В баре ты разговариваешь громче, разговаривая громче, ты там больше плюешься. Ну и действительно, больше шансов заразиться в этом закрытом помещении. Поэтому логика тут ясна. Сейчас много всяких мемов, что, мол, вот закрыли магазины всякие там хостоваров, а те магазины, в которых продаются продукты и хостовары, закрыты отделы с хостоварами. Хотя я был вчера в Сельпо, и там все окей, можно купить все, что угодно, что там продается, в том числе мыло, туалетную бумагу и так далее. Я тут тоже вижу логику. Вспомните, мы осенью критиковали, почему эпицентр не закрыли, хотя там тоже есть какие-то продукты, части, и понятно, что основная масса это там всякие строительные материалы, хостовары. Мы критиковали, что вот эпицентр не закрыт. Сейчас они закрыли все, что продает хостовары. И мне кажется, это правильно с точки зрения конкуренции. Потому что человек, который владеет магазином, который исключительно продает хостовары, он закрывается, а рядом там тоже Сельпо, которое продает те же хозяйственные товары, но еще и плюс продукты, он работает. И таким образом этот магазин получает выгоду, потому что у него конкуренты не могут работать, то есть он получает больше оборот, больше охват, и это, мне кажется, нечестно. И посмотрите вот с точки зрения такой честной конкуренции, с точки зрения предпринимательской деятельности, мне кажется, это вполне справедливое решение. Ну и опять же таки, у нас довольно такой лайтовый этот локдаун, много чего работает. Наверное, если бы мы более ответственно подходили к вот этим всем мерам предосторожности, может быть, у нас бы получилось побороть тот же коронавирус, как это произошло в Китае. Но, к сожалению, видите, ни у какой другой страны так не получилось, как это у Китая. Ну или они там что-то со статистикой махлюют. В общем, надеемся, что скоро нас всех превьют. Превьют, наконец, Билл Гейтс начнет за мной следить и чипирует меня, и будет принимать за меня решение. А то, честно, я уже надоело это все самому делать. Вот я Биллу доверяю больше, чем себе, он дядька умный. Это шутка, конечно. У нас вот, в принципе, должны завести китайские вакцины. Кстати, напишите, что вы будете вакцинироваться китайскими вакцинами или нет. И переходим ко второй новости. У нас, так, под Новый год всегда на дорогах начинает твориться какая-то дичь. До Нового года у нас огромные пробки. А после Нового года люди набухаются, садятся за руль. И куча всяких стрёмных ДТП. И так вот в этом году тоже, как всегда, этого всего хватало. Так, 1 января патрульные составили 267 админ протоколов за вождение автомобиля в пьяном виде. Это огромная цифра, как мне кажется. Ну, вы представляете, 267 человек в пьяном виде – это только те, кого словили. А сколько еще было не словленных? То есть они там врезались куда-то, вылетали, вообще творили какую-то дичь. Вот какой-то сыч просто ездил по пешеходной зоне на контрактовой площади. Реально подвергал опасности жизни других людей. Его там в итоге остановили. Полиция пришла, и он им еще и начал качать права, что он там непростой какой-то человек. И вообще все идите нахер. Кто водитель? Я. Удостоверение смотрите? Нет. Ребят, я на самом деле, ну, я же не простой человек. Предъявите, пожалуйста, что вы... Удостоверение. Ты пострадаешь, убери, пожалуйста. Убери руки, пострадаешь. Водительское удостоверение. Убери руки, пострадаешь. Я тебе еще раз говорю. Ты что думаешь, я тебя боюсь, или что? А мне не нужно. Да я срал на тебя, понял? Я представляю, что бы было, если бы такой сыщ ездил где-нибудь в Европе или в Штатах. Мне кажется, его бы просто там застрелили к чертям, а потом бы разбирались, простой он или непростой. Потому что, ну, вообще в пешеходных зонах автомобиль, который рассекает все свободно, это ненормально. Мы знаем, сколько терактов было связанных с наездами как раз в пешеходных зонах автомобилей. Поэтому с такими мудаками церемониться ни в коем случае нельзя. И вот этого надо проучить, там, оштрафовать, забрать права на всю жизнь. И пусть ходит пешком, ездит на такси и будет рассказывать он таксистам, какой он непростой чувак и почему он ездит на такси или в маршрутке. Следующая новость, КМДА опять перенесла сроки внедрения электронных билетов в столичных маршрутках на полгода. Теперь до 1 июля. Какая неожиданность. Переносят внедрение электронных билетов уже который раз. Должны были внедрить их вот до 31 декабря 2020 года. Конечно же, никакие маршрутки там не ставили эти электронные валидаторы. Все просто принимают кэш и никто не собирается от этого кэша отказываться, потому что это порядка 10 миллионов ежедневно налички, которая никак не учитывается, не облагается налогом. И вот тут у нас там предприниматели пытаются щемить за то, чтобы они ставили кассовые аппараты. А маршруточки, которые реально подвергают опасности людей, которые зарабатывают огромный кэш, где вокруг там мафия, что они устраивают разборки посреди белого дня с огнестрельным оружием. Это никто вообще не обращает внимания, мол, так и должно быть. Просто какая-то дичь происходит. И очевидно, что скорее всего 1 июля Виталий Кличко снова перенесет эту дату внедрения электронного билета в маршрутках. Потому что наличечка это дело хорошее и лучше ее не учитывать. 10 миллионов гривен в день это только в Киеве. То есть за 365 дней в году это 3,6 миллиарда гривен в год денег, которые никак не облагаются налогами. Это огромная сумма и понятно, что это все будут кто-то защищать и так просто они не сдадутся. А вообще маршруток в городе не должно быть. Следующая новость. В бюджет Киева на 2021 год заложили деньги на продление проспекта Григоренко в сторону недостроев патриотики на озерах. Это на самом деле очень грустно, что вот такая инфраструктура для незаконной стройки строится за бюджет города. То есть этот проспект ведет по сути в никуда. Там сейчас ничего нету. Там есть недостройки. Туда ведут проспект за наши с вами деньги. Сейчас заложили деньги порядка 2 миллионов на проектные работы, а стоимость всего строительства дороги это 100 миллионов гривен. То есть это огромная сумма. Почему она выделяется? Просто в чистое поле никакого эффекта для города от этого не будет. То есть это очевидно создается инфраструктура для новостроечек за бюджетные деньги. Это абсурдно. Это точно так же, как происходит строительство метро на виноградарь, которое строится точно так же под новостроечки. Такого быть не должно. К сожалению, мы выбрали вот такую власть, которая вот так распоряжается городскими средствами. И это очень грустно. Потому что инфраструктура для ЖК-шечек должна создаваться за счет ЖК-шечек. Особенно, если речь идет о незаконных ЖК-шечек, где строительство патриотики на озерах это не самый лучший пример. Во-первых, там высотки на окраине города. Это уже неправильно. Во-вторых, они ужасные. В-третьих, там вообще-то какие-то озера. Ну, это неправильный подход. Мы понимаем, что город растет. И действительно, надо как-то грамотно подходить к его развитию. Но нельзя закапывать озера, чтобы создавать на их месте ужасное жилье. Надо как-то это все грамотно делать. И да, возможно, создавать по примеру того же австрийского СД, где озеро наоборот выкопали, очистили и сделали нормальным. А не закопали и построили на его месте ЖК-шечки. Вот правильный подход. К сожалению, у нас к такому пока не пришли. И, надеюсь, когда-нибудь придем. Кстати, подпишитесь на мой канал. Именно для того, чтобы наш город был лучше, я все это и делаю. Не для какой коммерческой выгоды. А действительно хочу жить в нормальном городе. Для этого я популяризирую хорошие идеи. И, надеюсь, мы с вами сможем влиять на политику города, сможем влиять на выборы, выбирать нормальных руководителей или, по крайней мере, оказывать какое-то давление, чтобы создавали что-то хорошее. Поэтому подписывайтесь, лайкайте и распространяйте это видео. Следующая новость у нас про Киевское метро. И она, в принципе, хорошая. Там установили экраны, показывающие время до прибытия поезда. Потому что, как вы знаете, у нас в Киевском метро экраны стоят, которые показывают, сколько времени прошло с момента отбытия поезда. Я не знаю, зачем мне эта информация. То есть, я прихожу и вижу, что минута 30 назад поезд уехал. И что мне с этим делать? Ну, окей, уехал и ехал. Счастливого вам пути. А мне надо понимать, через сколько времени придет следующий поезд, на который я в итоге сяду. И этой информации у меня не было. Сейчас она появилась. Это здорово, это прекрасно, это современно. Эти экраны установила какая-то там частная компания. Там еще и крутят рекламу, что не очень хорошо. Но главное, чтобы она там менялась. Часто и можно было действительно отследить, когда все-таки приходит поезд. А в целом новость прекрасная. Следующая новость. В Киеве собираются строить канатную дорогу. Причем заявляют, что эта канатная дорога будет выполнять не только туристическую функцию, но еще и транспортную. Она будет провозить аж 2400 человек в час. Разумеется, это абсолютный абсурд. И никакая транспортная функция в таком огромном мегаполисе у канатной дороги не рассматривается. То есть это просто какой-то мизер. И мы понимаем, что канатная дорога это довольно-таки долго она передвигается. Она неудобная и дорогая. И, пожалуй, единственная какая-то дополнительная будет функция, судя по рендерам, это ТРЦшечки на станциях. То, что мы знаем, что под аркой Дружбы Народов даже есть землеотвод под ТРЦшечку, вот тут оно и скрывается. Видно по рендерам, что под аркой Дружбы Народов не просто станция под эту канатную дорогу, там просто несколько этажей, какая-то стеклянная халабуда. Очевидно, что там будет торговый центр. И вот тут говорят, что вот найдется частный инвестор, который за свои деньги это все будет реализовывать. Конечно, будет реализовывать, потому что в центре Киева он под видом какой-то транспортной херни, которую нам втирают, он сделает ТРЦшечку, на которой, собственно, и будет зарабатывать. А канатная дорога это херня, которая никому нахрен не нужна. Она испортит город окончательно, виды на Днепр. Днепр плюс канатная дорога это серьезная херня, которую нужно содержать и обслуживать. А это дорого. У нас в городе, в принципе, нет такой транспортной инфраструктуры, как канатная дорога. То есть для нее надо новые специалисты, которых у нас тоже нету, потому что это серьезная хрень. Это надо специальное оборудование, какое-то реально предприятие, которое этим всем будет заниматься. В городе этого всего нету или придется создавать заново, а я не знаю, как это все создать. У нас нету какой-то нормальной научно-технической базы. Не знаю, может, привлекут кого-то там с Карпат, с тех подъемников. Оттуда будут люди приезжать и обслуживать эти канатные дороги или же что-то вообще из-за границы. Но, очевидно, эта идея очень плохая. Они собираются делать эту канатную дорогу сначала от Арки Дружбы Народов на Труханов остров, а потом хотят еще и на Почтовую, а также на Левобережку, мол, вот транспортная функция. Также заявляют, что такие канатные дороги есть и во многих городах мира. Да, есть, например, в Лондоне, но эта канатная дорога чисто туристическая. Ее там построили к Олимпиаде, действительно построили ее там Emirates, на этом тоже попиарились. Но никакой это не транспорт, потому что стоимость проезда в этой канатной дороге очень-таки высокая и она несопоставима со стоимостью проезда в общественном транспорте. То есть Кличко опять тратит деньги на какую-то хрень, выделяет городскую землю на какую-то дичь, которая никакой пользы не принесет, а скорее всего принесет вред. Причем, если посмотреть, то там каждая станция представляет своего рода какую-то ТРЦ-шечку. Ну, то есть какое-то огромное здание под эту станцию и видно на рендере, сколько на самом деле нужно для вот этого подъемника площади, но зато под ним реально какая-то стеклянная ТРЦ-шечка в каждом месте. Ну, мне кажется, в этом весь и прикол этого сооружения. Следующая новость, на Днепровской набережной собирается создать сквер памяти жертв авиакатастрофы МАО в Иране. Мне кажется, это правильно, правильно помнить о том, что произошло, о том, что власти Ирана убили собственных граждан, сбили наш самолет, причем пытались это скрывать. Только уже когда были выложены всякие видео, как видно, что взлетает ракета и сбивает самолет, они потом уже признались, что да, ну, мы сбили самолет пассажирский. Причем никаких выплат они пока не сделали, ни авиакомпании, ни родственникам погибших. Это, конечно, ужасно. И вот нам, как стране, чей был это самолет, чьи граждане погибли, я думаю, нам важно помнить об этом. Поэтому всячески поддерживают такие инициативы, тем более эта инициатива исходит от компании МАО. Следующая новость тоже хорошая. В бюджет Киева на 2021 год заложили 23 миллиона гривен на велодорожку Саломенко-центр. Это здорово, как я говорил в итоге года. У нас сейчас велоинфраструктура развивается и действительно вкладывают в нее деньги. Причем 23 миллиона это на велодорожку Саломенко-центр. Но также надо понимать, что, в принципе, велоинфраструктура сейчас развивается не только вот отдельно, но сейчас по новым нормам любая реконструкция улицы, она предполагает наличие велоинфраструктуры. То есть даже если нет отдельной строки в бюджете про создание велоинфраструктуры, но есть строка про реконструкцию какой-то улицы, мы должны понимать, что в рамках этой реконструкции улиц будет создана велоинфраструктура, потому что это по ДБН обязательно. ДБН у нас обязательные, и значит надо их выполнять. Поэтому это прекрасно, велоинфраструктура развивается. Да, не так хорошо, как хотелось бы, но мы будем ходить, смотреть и критиковать, потому что критика это хорошо, благодаря критике можно сделать лучше. Следующая новость. Киеви Зеленбуд в 2020 году высадил в два раза меньше деревьев, чем в 2019 году. Я думаю, потому что все силы были брошены на вырубку уже существующих деревьев. Следующая новость. Крещатик в 2021 году ждет капитальный ремонт. И это грустная новость, потому что Крещатику не нужен капитальный ремонт. Там, например, дорожное покрытие в отличном состоянии, и нечего его там перекладывать. Крещатику нужна реконструкция. Там не нужно 8 полос движения, там необходимо полное переосмысление нашей центральной улицы. Посмотрите мой обзор на эту улицу. Действительно, необходимо проводить архитектурный конкурс. Не надо тратить сотни миллионов на то, чтобы переложить асфальт и плиточку. Она там еще собирается сделать велополосы или велодорожки, но эта ситуация не спасет. Необходим архитектурный конкурс с переосмыслением главной улицы страны. Следующая новость. Киев-Автодор отчетался о уборке после новогодних праздников. И так только с Софиевской площади вывезли 83 кубических метра мусора. Ну, мы можем по объемам мусора представить, сколько там было людей, чтобы аж намусорить на 83 кубических метра. Ну, или же просто Киев-Автодор убрался раз в году в конце года. Как делают это многие. И 83 куба насобиралось за год. Ну, и наконец, за 2020 год украинцы купили 85 тысяч новых автомобилей. Это всего на 3% меньше, чем годом ранее. Топ-10 брендов возглавила Рено, Тойота и Киа. На самом деле, у нас очень много покупают автомобилей. И 85 тысяч – это всего лишь 2% от регистрации всех автомобилей. Потому что 80% рынка припала на бэушные авто из Европы и Штатов. Автомобилизация в Украине очень стремительно растет. Для экономики это, в принципе, хорошо. Потому что это потребление, потребление, внутренний рынок – это все хорошо. И экономика от этого должна развиваться. Единственный минус для городов, потому что уже в Киеве передвигаться становится невозможным. К сожалению, единственный нормальный способ передвижения в городе без страдания и унижения – это автомобиль. Потому что общественный транспорт абсолютно некомфортный. И город никаких усилий не прикладывает к его развитию. Он, наоборот, стимулирует жителей покупать автомобиль. Потому что делает для них развязочки, делает дороги, делает асфальт, ставит заборчики, подземные переходы. И говорит, мол, чувак, бери авто и есть. Но город не выдержит такого потока автомобилей, такого количества автомобилей. И мы это с вами уже видим. Скорее всего, тенденция будет продолжаться. И мы наступим на грабли, на которые наступила США, на которые наступила Европа. У нас в город будет ужасная ситуация с заказованностью. У нас будут ужасные пробки. И только тогда мы начнем действовать так, как уже действует в Европе и Штатах. На этом все. Вот такие вот новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите, что думаете. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok